Привет, друзья! И снова с вами телевизионный Живно Автодром и я его ведущий Андрей Головин. Мир моторов, несмотря на всю его точность и скрупулезность, тоже бывает весьма переменчив, подобно женскому настроению или природным явлениям. Но это только хорошо, ведь дополнительная интрига только добавляет в жизнь разнообразие. Лето – это время, когда необходимо уделять особое внимание охлаждающей системе двигателя автомобиля, что чаще всего выходит из строя на отечественных авто. Да практически все. Перестает работать термостат, рвутся патрубки, заклинивает помпа. Вот, кстати, о последних и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале. Тенденция последнего времени такова, что даже аналогичные заводским запасные части стали стоить весьма недешево. А, как говорится, если нет разницы, зачем покупать хуже? Как известно, наиболее качественными запчастями на волжские автомобили считаются автокомпоненты Тольяттинского завода автоагрегатов, коротко – ТЗА. Для российских автолюбителей это предприятие выпускает аж три вида водяных насосов или помп. Это Стандарт, Мотоспорт и Пауэрфул. Чем они отличаются? Если брать сравнение с аналогичными, но других брендов, то сразу же бросается в глаза высокое качество изготовления и многочисленная маркировка на всех элементах. Главное отличие в цене. Стандарт стоит 1010 рублей в одном из автомагазинов, Моторспорт уже 1460, а Пауэрфул 1515 рублей. За счет чего почти полуторная разница. Прежде всего, в применяемых компонентах и производительности. Если стандартная помпа имеет этот показатель в 160 литров в минуту, то вот Моторспорт уже 170, а самая мощная Пауэрфул – почти 200 литров в минуту. Это возможно благодаря более производительной крыльчатке и усиленному подшипнику с меньшим коэффициентом трения качения. Соответственно, срок службы у более дорогих изделий дольше. Ну, конечно же, не в полтора раза, зато в жарких пробках точно не закипит. Впрочем, выбирать, как всегда, вам. Мы лишь рассказываем. Автомагазин «Тысяча запчастей» предлагает только качественные запчасти на любые вазовские авто. Цены низкие, ассортимент огромный. Магазин «Тысяча запчастей» находится в торгово-сервисном комплексе «Автоград» на первом этаже. Выбор автомобильных запчастей на отечественные автомобили всегда небольшая, но рулетка. А все потому, что даже известные бренды порой бывают некачественными. В мире моторных масел ситуация еще хуже. Здесь известных производителей просто подделывают. У контрафактников особое место для подделок занимают оригинальные моторные масла. Ford, General Motors, Toyota, Nissan, Mazda. Но не гнушаться они и более универсальными брендами, такими как Shell, Mobil, Castrol. За последние два месяца мы вам достаточно подробно рассказывали о том, как отличить подделку от оригинала. Но, как показывает обратная связь, многие автолюбители не в состоянии запомнить даже такие простые отличия. В данном случае вариантов может быть несколько, если вы не хотите нарваться на подделку. Первое. Покупать оригинальные моторные масла только в металлических упаковках. Их очень трудно и, главное, невыгодно подделок. Второе. Переходить на отечественные бренды, такие как Lukoil или Gazprom New. За последнее время российская синтетика и полусинтетика стала значительно лучше и получила допуски мировых автопроизводителей. Наконец, третье. И, пожалуй, самое главное. Покупайте моторные и трансмиссионные масла только в проверенных и специализированных магазинах. И тогда вы точно зальёте качественное масло в свою машину. Сеть магазинов Автомасел Oil Service предлагает только качественное моторное масло как оригинальных брендов, так и известных производителей. Проверенные поставщики, полный контроль качества. Покупайте оригинальное моторное масло в магазинах Oil Service. Некачественное моторное масло очень часто становится причиной поломки двигателя автомобиля Ведь оно, масло, бывает густеет так, что просто не может по тонким каналам попасть к трущимся частям И как итог двигатель заклинивает и появляется соответствующая проблема у автовладельца Ни для кого не секрет, что ресурс современных автомобилей ограничен искусственно производителями, чтобы покупали новые авто Но в эпоху экономической депрессии люди экономят повсеместно, в том числе и на покупке новых автомобилей Пора вплотную заниматься ремонтом уже имеющегося Одной из затратных и дорогостоящих операций, которые могут проводиться с автомобилем, а точнее с его сердцем, это капитальный ремонт двигателя Сам мотор, как правило, состоит из двух больших частей Это блок цилиндров и головки блока При перегреве или же масляном голодании происходят необратимые процессы с металлом и двигатель приходит в негодность Реанимировать его можно, но необходимо проделывать следующие важные операции С блоком цилиндров, гильзование, проточка, хонинговка и шлифовка поверхности блока А также шлифовка коленчатого вала А с головкой блока, опрессовка на предмет скрытых микротрещин, последующая фрезеровка, шлифовка и обработка постели Каждая операция стоит определенных финансовых затрат и времени Поскольку используются специальные станки и квалифицированные специалисты Особую важность занимает операция опрессовки Поскольку нужно убедиться в целостности детали, иначе все последующие работы просто бессмысленны Она проводится на специальном оборудовании, позволяющем выявить даже мельчайшие трещины и отверстия в блоке Наконец, еще одна нужная и важная операция Это расточка и хонинговка постелей распредвалов Ведь ни для кого не секрет, что при деформации головки блока изменяется и геометрия посадочных мест распредвала И чтобы в дальнейшем новый распредвал работал нормально, такую операцию просто необходимо производить К счастью, в нашем городе есть место, где двигателю вашего автомобиля проведут все необходимые операции по восстановлению И не только отремонтируют, но и дадут гарантию на все проделанные работы Так что нужен качественный ремонт двигателя? Обращайте внимание на оснащение сервиса и предлагаемых услуг Автосервис Автоспециалист проводит высококачественный ремонт любых двигателей Расточка, шлифовка, хонинговка, опрессовка по весьма демократичным ценам Нужен ремонт мотора? Обращайтесь в Автосервис Автоспециалист на улицу Мира, 64 Наша программа любит различные тесты То мы проверяем автомобильные лампы, то тестируем машины, то сравниваем производительность автомобильных компрессоров Но сегодня вас ждет весьма необычный тест Мы решили проверить на прочность автомобильные стекла И поможет нам в этом одно полезное или не очень устройство Мы решили проверить, насколько опасен может быть пневматический пистолет, который доступен в свободной продаже для автомобильного стекла Для этого взяли обычную пневматику с начальной энергией пули менее трех джоулей И два автостекла, лобовое и заднее Фиксировали эксперимент две камеры, причем одна скоростная со съемкой 500 кадров в секунду И вот что из этого вышло Маленький шарик на лобовом стекле автомобиля оставлял характерные отметины, сопоставимые с ударом камня на высокой скорости и даже чуть больше Стекло, конечно же, шарик не пробил насквозь, поскольку мешала пленка между ними Но осколки, летящие внутрь, оказались весьма опасными На замедленной съемке хорошо видно, как отлетают шарики и как образуется повреждение на стекле А вот заднее стекло, оно же по своим свойствам и боковое, рассыпалось на части с одного выстрела с расстояния в 3 метра Причем в этом случае осколки были куда опаснее и больше, так что вывод однозначный Даже безобидный, на первый взгляд, пневматический пистолет может привести к беде и нанести существенный урон как самому автовладельцу, так и его кошельку Будьте осторожны и не повторяйте наш эксперимент Мы продолжаем цикл наших сюжетов, посвященный двухколесной технике Ведь мир мотоциклов это тоже мир моторов, но особенный, отличный от автомобильной техники Но для этого и существует наша программа, чтобы помочь вам разобраться в этом интересном мире двухколесной техники Что нужно знать начинающим мотоциклистам? В особенности молодым людям, которые, как правило, отличаются высокой степенью безрассудства Ваш первый мотоцикл, мотороллер или скутер не должен быть мощным Надо подавить в себе желание сразу же встать на дыбы и покрасоваться перед другими Мощный байк в неопытных руках – грозное оружие как для самого седока, так и для окружающих Если вы купили мотоцикл, обязательно позаботьтесь о соответствующей экипировке Это шлем, перчатки, куртка, штаны и обувь На первое время будет достаточно шлема, он все равно обязательный И перчаток Без них ссадины и кровоподтеки вам обеспечены Да и смотрится экипировка куда презентабельнее и логичнее, чем обычная одежда Выезжать на дороге общего пользования можно только после получения всех необходимых документов Водительского удостоверения с категорией техпаспорта и страховки И тогда проблем у вас не будет Ездить первое время нужно очень аккуратно и по дорогам с небольшой интенсивностью движения И, конечно же, не лихачить Ну а родителям, которые покупают двухколесную технику своим детям Хотелось бы особо сказать, что это далеко не игрушка со всеми вытекающими последствиями и ответственностью Даже если ваш ребенок будет ездить только за городом по проселочным дорогам Мотомагазин Мотокруг предлагает широкий выбор двухколесной техники Запчасти и расходные материалы для скутеров, мотоциклов, снегоходов, разнообразную мотоэкипировку и аксессуары для мототехники Мотокруг, улица Транспортная, 4, телефон 90-13-49 Во время кризиса, а точнее новых экономических реалий, автовладельцы экономят буквально на всем В том числе и на запасных частях Но это, к сожалению, не совсем правильно Купить хорошие запчасти по привлекательной цене можно Правда, надо знать некоторые тонкости Изобилие выбора тоже не есть хорошо Поскольку среди хороших запчастей очень легко нарваться на некачественные А сейчас автолюбители экономят на всем и ищут, где бы купить подешевле Впрочем, приобрести качественные железки по привлекательной цене можно Достаточно проявить немного внимания и интереса к проблеме А не бежать в первый попавшийся автомагазин Проштудируйте интернет на предмет ценовой политики Обращайте внимание на различные акции и распродажи, которые устраивают автомагазины Ведь зачастую последние предлагают весьма существенные скидки, работая в убыток, лишь бы привлечь покупателей Наконец, спросите у друзей и знакомых, где и какие запчасти лучше покупать И в каком сервисе или у какого мастера обслуживаться Иногда автомагазины устраивают скидки и акции, направленные на стимуляцию продаж того или иного ассортимента Или же для привлечения определенной группы населения Все это надо учитывать и узнавать И тогда даже дорогие запчасти вы сможете купить по весьма привлекательной цене Скидки пенсионерам на весь ассортимент 10% Скидка при покупке комплекта фильтрующих элементов на моторные масла 20% Скидка выходного дня на весь ассортимент до 40% Только в магазине Сезон Авто на улице Монтажников 18 Апрель и май охарактеризовались тем, что новинки отечественного автопрома Lada Vesta и Lada X-Ray пользовались таким большим спросом, что их просто не хватало всем желающим Не мудрено, ведь эти модели вышли в лидеры продаж во многих регионах России Сейчас ситуация изменилась Завод услышал всех желающих и нарастил производство Lada Vesta и Lada X-Ray это безусловные лидеры отечественного рынка Даже по мнению именитых автомобильных изданий Эти автомобили хоть и не лишены огрехов сборки и детских болезней Собраны и сконструированы во много лучше, чем предшествующие Гранты, Приоры или Калин Именно поэтому новинки уверенно занимают лидирующие позиции во многих регионах России Плюс ко всему автопроизводитель активно стимулирует продажи своей техники Устраивая различные акции и фирменные программы Продолжать действовать стимулирующие программы при покупке автомобилей марки Lada Это уже всем известная программа утилизации Также уже набирающие обороты программы Trade-in И безусловно будет поддержка для тех, кто хочет приобрести автомобиль в кредит Дополнительная скидка будет доходить до 40 тысяч рублей Это по программе Lada Finance И в совокупности с программой утилизации максимальная скидка может составить 70 тысяч рублей Конечно, на разные модели Lada действуют разные условия по фирменным программам И о них вам стоит поинтересоваться у официальных дилеров Lada Но стоит отметить, что в рамках дополнительной стимуляции продаж Некоторые дилеры предлагают еще и свои внутренние бонусы Что касается программ, то, например, зачастую по программе Trade-in В автосалоны привозят совершенно свежих корейцев или японцев Люди стали понимать, что отечественные машины ничуть не хуже мировых А вот с обслуживанием и запчастями все гораздо проще Есть только один минус – это цена Lada Vesta и Lada X-Ray торгуются уже на уровне европейских цен И этому способствовало повышение цены в мае и ажиотажный спрос Впрочем, сейчас машины есть в наличии у дилеров в самых разных комплектациях и цветовой гамме Ну а чтобы купить новый автомобиль действительно выгодно Внимательно ознакомьтесь со всеми акциями и скидками Которые предлагает как автопроизводитель, так и сам дилерский центр Продажа, обслуживание и ремонт всех моделей Волжского автозавода Lada Vesta и Lada X-Ray в наличии и под заказ Официальный дилер Lada Автотехцентр – Жигули Оренбург 12-й километр Нежинского шоссе Кроме тривиального, есть довольно оригинальный способ повышать свои автомобильные знания Это смотреть наш тележурнал Уж по крайней мере 15 минут в неделю вы точно потратите с пользой и повысите уровень своей образованности А мы будем и дальше работать в этом направлении А у меня на сегодня все До встречи, как всегда, через неделю Редактор субтитров А.Семкин